всем привет и добро пожаловать в дагестан сегодня мы ночевали у водопада тобот вот он супер крутой и бой и еще есть водопад и тлятляр который сейчас очень необычно сносит ветер в сторону вы можете спросить меня какого хрена я так оделся хотя два дня назад я бегал в майке орал что мне жарко ну так сейчас здесь минус 3 за счет ветра ощущается как минус 7 по крайне так пишет яндекс это полная жопа мне лично холодно поэтому я так одет и спать было достаточно холодно хотелось прям плана вообще не выключать еще была забава ночью когда в час ночи кто-то начал стучать в автодом я сонный такой полу убитый кое-как вылезаю там стоят веселые полицейские такие о здравствуйте как у вас дела вам не холодно и куда нет не холодно но если холодно вот можете с вами проехать у нас там местечко есть я думаю а чё там за местечко сизо что ли огнение у нас все хорошо спасибо ну ладно тогда в удачном отдыхе я не знаю что это было но это было вообще не круто потому что я нормально так и не заснул после этого ну какого болта блин в часть ночи тревожить блять людей такая короче прикол и так новости на этот час дрон не вывез блять такого ветра и кто-то упал в ущелье это очень весело а мы просто тут ну такое да блин короче я вроде как бы летал с сильным ветром не раз не как-то хватало всем батареи а тут просто типа просто фактически не двигался вот и резко батарея села и все и он где-то там критически приземлился вот это там самой лютой жопе вот сейчас не знаю что будем делать посмотрим такая приколюха холодно вот ну вот ну такой прикольный это гору стали немножко немножко постоять да подумать что будем делать дальше так ну чё последние новости мы дошли до тачки и посмотрели на мобиле последний полет дрона и видно что он в минус 70 метрах от нас то есть походу он приземлился в самые ущелья лег познакомился с народом который нам сказал что есть тропиночка в ущелье в общем то мы теперь одеты как два брата гирострата в одинаковые куртки и вот мы вроде как нашли эту тропинку вот такая вот она и в общем то мы спускаемся в эту самую днищинскую хрень чтобы попробовать его все-таки найти и может быть он жив ну или хотя бы забрать флешку такая вот фигня веселая приключения начинаются прямо сейчас просто хотел показать вам всю безопасность этой дорожке все ее легкости и приятность и бой давненько я не был так близко от пропасти но почему-то не страшно просто весело такой адреналинчик немножко гуляет короче да лёха прав я уж так получилось реально очень интересно здесь тусить это супер выматывает их вероятно да укатить вообще не пролещает жопа бля походу мы все-таки добрались там даже мост смотрите пипец походу все-таки это завафлили тропинку потому что вот мы на нее вышли опять нормально это была лютейшая по таким склонным ту вверху вниз но вот мы примерно дошли как раз где-то вот здесь по-моему это сутровая площадка здесь сейчас начнутся наши поиски дроны я заебался просто в щи спасибо что нога почти не болит хотя чувствую правую и левую левый у меня там палец двух палец был вылипнуть месяц назад но в целом идти можно но я устал еще обратно ладно идем искать дрон короче мы забрались на опять на самый верх ищем дрон очень тупой gps очень странно работает тут до жопы мусора туда хрена походу народ чего уронил как видите и это тоже усложняет задачу потому что блин дрон серый до хрена такого говна вот но я все-таки стараюсь по gps прийти на точку где вроде как он должен был сесть ну ребят пожелайте удачи да ребят определенно дойти сюда это лютая жесть далеко не каждый сможет и я не рекомендую вам сюда идти потому что это реально сложно но видок того пипец определенно стоит можно пройтись за водопадом это супер красиво это просто супер красиво супер красиво Тут все сложно. Мы действительно где-то там, когда шли туда, завафлились и зачем-то спустились вниз. И потратили много сил на эти чудесные перебирания через ручьи, камни и высокую траву. Потому что сейчас мы вернулись обратно по нормальной дорожке. Единственное, что мы немножко прошли дальше, чем нужно. Здесь, конечно, классный вид, но по факту нам вот туда. И мы только вот сейчас, придя сюда, поняли, что этого мы не видели, обернулись и увидели наш выход. Короче, горы это весело, каньоны это супер весело, ущелья это зашибись как весело. Но мы почти у цели. Наконец-то. Все, мы вернулись. Как приятно залезть в тачку и понять, что на ближайшие полтора часа это кончилось. Вот такая веселуха, ребятцы. Ну, а мы продолжаем попьем, поедим и летим дальше. Продолжаем наш путь по Дагестану в сторону Гоора. Если кто знает, если кто не знает, увидите. Сейчас пока впереди Датунский храм. Остановились немножечко и, как и обычно, кайфануть от витков. Погодка распогодилась. Уже где-то плюс одиннадцать. Мы немножко отдохнули. Дорожка достаточно адекватная. Едем спокойно, кайфуем. Так что, есть варик, может быть, сегодня, если мы сможем заехать на Гоор, а говорят, что там дорожка не очень классная, то мы будем ночевать там. А так как это город-призрак или типа того, то, может быть, мы увидим каких-нибудь духов и пообщаемся с ними. Устроим какой-нибудь шаманский ритуал. В общем, ждет нас много чего интересного. И вас тоже, если вы до сих пор смотрите. Не переключайтесь. Не пожалеете. Ну что, друзья, мы прошли вот ту страшную калиточку и углубляемся в ущелье. Такое вот моднявое ущелье. И идем мы туда, чтобы посмотреть на Датунский храм. Леха почитал в интернете и ничего не понял, что там, потому что там ни хрена нормально не написано. 9-й, 11-й век, православный храм. Ну что, метров 200 прошли. Вот и он. Такой вот малютка, смотрите. В целом тут очень стильно, конечно, ущелье. Просто типа, ну, суперкруто. Огромные скалы со всех сторон. Сам храм ни о чем. Ну, сейчас посмотрим, что внутри. Может, там что-то суперкрутое. На ущелье очень даже. Походу, куда-то можно, опять же, упитонить очень далеко и надолго, но мне кажется, сегодня нам уже хватит. Иконки стоят. Иконки. Сейчас глянем. Ну да. Вам даже ничего, наверное, не видно практически. Гоупрошка и темнота. Ну вы поняли. Да, православные иконы. Все. Тишина, спокойствие, никого нет, ничего нет. Короче, по факту ни о чем. Пять из десяти, можно даже четыре из десяти. Поэтому можете сюда не заходить. Только ради ущелья. Если делать нефиг, проезжайте мимо в Гаор, там, или в Кахиб. Завалитесь, ножки разомните. Так, ну у нас еще есть время, чтобы засветло доехать до Гаора. Так, ну окей, ладно, я немного пересмотрел свою оценочку, потому что сюда можно забраться вот по такой милой тропинке наверх. Какая-то стильно я там еще не был. Сейчас дойду, но я думаю, можно смело оценочку до семидесяти поднимать. Поэтому если вам не впадло немножечко потопать вверх, а мне, поверьте, очень впадло после всего этого сегодняшнего дела, то смело заезжайте в этот храм. Йоу, мы кое-как поднялись на Гаор. Просто дорога лютая, жопа на первой передаче кое-как. И, блин, только доезжаем до места, как залезли немножко в грязюку и встали, блин. Полное говно. Прямо будешь давать? Да, да, ну немножко вот туда. Налево будешь давать? Налево хотел бы, ну могу прямо. Налево хочешь? Да. Ой, короче, мы тут нормально застряли. Вроде что-то получалось потихоньку. Туда что-то выехали, потом назад. Но по факту, по факту все в говне. Проезжал лазик, сказал, что сейчас вернется к нам и поможет нас вытащить. Потому что мы тут, блин, стряли. Реально, просто выглядит вот так вот, типа, ну, блин, ну травка и все. А, блин, ну тут по травке такая мерзотная грязь, которую мы начали месить. Такие темочки, ребята, такие темочки. Путешествие на автодоме по Дагестану, это вообще не супер просто и не всегда супер удовольствие. Есть темы, когда приходится решать вопросики и разруливать рульки. Поэтому держите это в голове. Ну, если вы еще не поняли, то этот вазик не только вытащил нас из того говнища, но еще и любезно подбросил нас до гора, старого гора, это горские башни. Сейчас мы пойдем наверх смотреть. Какое-то старое поселение 17 века. Короче, мужик, как бы тебя не звали, красава, спасибо тебе огромное. Если вдруг натнешься на наше видео, благодарочка от питерских пацанов трушная. Вот, а мы сейчас управляемся изучать развалины. Вон там веселые ребята вообще куда-то очень далеко залезли. Короче, постараемся показать вам максимально, в чем можно, пока не стало солнцем. Субтитры сделал DimaTorzok Да, судя по всему, тут много языков тролля, потому что... Мы просто идем и видим дохрена вот таких вот веселых камешков, которые ведут нас куда-то... Куда? Очень далеко. Да. Так высоко? Очень стильное местечко, прям... Но так как мы сегодня с утра по такому лазили целое утро, нам уже вообще не страшно. Просто кайфово. Ну что, друзья, я считаю, что мы сделали все, что могли. Я реально уже мясо устал. Я понимаю, что еще немножко и скоро на кону уже будет моя жизнь, потому что здесь, ну, очень-очень опасно. И усталость уже играет свою роль. Поэтому стоит забить хер на это. Леха там где-то внизу еще ходит посматривать. Я думаю, сейчас по низу пройдет вот до моста опять. Так что, я думаю, можно официально заявить о том, что дрон проебан. По факту, просто дрон, типа, мне по барабану. Ну, типа, окей, я и так хотел новое покупать. То, что реально грустно, это то, что мы сейчас поедем еще в дохрена крутых мест, где можно было бы очень круто полетать и сделать очень классные видосы именно с квадрокоптера. Вот это жалко, то, что теперь у нас такой возможности не будет. Что ж, это был хороший урок для меня, как для дроновода, так сказать. Какие выводы я сделал для себя, хочу вкратце рассказать. Может быть, вам тоже будет полезно, тем, кто только начинает летать на дронах. Я понял то, что вот в таких ущельях, когда над тобой какая-то пропасть, если вдруг ты понимаешь, что ты не можешь вернуться на дроне обратно, а я не мог, просто ветер был слишком сильный, то надо лететь было просто вот туда вот, туда вот, по ветру. И сажать его где-то там, пофигу где, просто потом пройтись и найти. Да, теоретически есть вариант, что там кто-то его спиздит, пока ты идешь, но, по крайней мере, вероятность всяко больше, чем когда он здесь. Ну и второе, то, что я понял, это если все-таки дрон начинает уже приземляться из-за того, что у него нет батареи, то надо все-таки стараться его приземлить куда-нибудь в пологое место внизу. Вот если бы я приземлил где-нибудь у моста, мы бы по-любому его нашли. Ну и плюс у меня было бы там сколько, 50 метров еще, пока он вниз летит, возможности, да, его направить туда, куда нужно. Вот, а я попытался все-таки как-то его забросить наверх на площадку, и из-за этого он где-то вот здесь в полной жопе и теперь будет жить. Вот такая фигня. Теперь нам предстоит веселый путь обратно. Это еще где-то часик. Отличный день, но зато мы увидели Тобот сзади, с другой стороны. Это очень круто. Не будем унывать, будем продолжать тусить, развлекаться и покорять Дагестан. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok